Социальный пипец, мы продолжаем, вон мы уже поднялись, уху, там видок, и вот жамба идет. Леденящая кровь в видео появилась в социальных сетях два дня назад. Сразу же набрала кучу просмотров. На это наверняка рассчитывали и дети, выложившие ролик в интернет. Юный экстремал, ученик пятого класса 135-й школы Перми. Парнишка на глазах одноклассников идет по парапету общественной лоджии, которая расположена на 25-м этаже. В концовке звучит голос за кадром, призывающий подписываться зрителей на определенный канал видеохостинга в интернете. Ученик заметный, он у нас член сборной школы по КВН, поэтому я его хорошо знаю. Он не гражданин Российской Федерации, к нам приехал из Киргизии, поэтому, наверное, трудно было ему и наши нормы, традиции. В субботу мы встречались с родителями, вот они приняли решение, и в воскресенье папа вместе с сыном уехали в Бишкек. По словам педагогов, родители мальчика трудовые мигранты. Работали простыми дворниками. А на родине среди его родственников есть и летчик, и врач. Все это якобы заметно удручало мальчишку. Он постоянно стремился самоутвердиться среди своих сверстников и заставить себя уважать. По мнению психологов, в подростковом возрасте подобное желание свойственно большинству детей, независимо от национальной принадлежности. Игра с риском, игра в такое своеобразное приключение, где он может походить по грани, почувствовать тот самый адреналин, показать себя перед сверстниками, что он может, что он преодолел, что он оказался сильнее, чем другие, удачливее, чем другие. То есть это вот желание занять в группе какую-то важную для себя иархическую позицию, которая бы помогала чувствовать себя ему более уверенно. Действительно ли герой нашумевшего ролика вместе с родителями покинул пределы страны? Или просто близкие прячут ребенка от излишнего внимания прессы? Пока ни тому, ни другому достоверного подтверждения нет. Но точно известно, что объектом внимания правоохранителей уже стал не только сам возмутитель спокойствия, но и сопровождавшие его ученики. Те, что снимали происходящее на камеру мобильного телефона и подначивали парнишку совершать опаснейшие трюки. Учитывая то, что там он был не один, наверняка не он их всех за собой потащил. Возможно, какая-то либо была коллективная идея, либо как вот поймать на слабо, что называется, то есть спровоцировать к совершению данного поступка. Исходя из объяснений, которые дали несовершеннолетние, можно сделать вывод о том, что видео данное было снято, скажем так, просто для того, чтобы привлечь к себе внимание, выложить данные видео в интернет, то есть изначально была такая цель, и собрать просто большое количество просмотров. Полиция ведет проверку. С детьми их родителями уже провели профилактические беседы. Известно, что дети сильно переживали, плакали и обещали, что больше не будут так поступать. А потребность в адреналине постараются удовлетворить в менее опасных экстремальных видах спорта. Елена Еговцева, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.